Продолжение следует... Все, кто присоединяется. Всем добрый день. Мы еще ждем всех, кто хотел присоединиться. А пока предлагаем вам пройти опрос. Так, у нас есть еще один вопрос для вас. Наш традиционный вопрос. Мы рады видеть такое единство в ответе на это. Так, ну, хорошо. Сейчас мы покажем вам результаты на экране. Итак, играете ли вы в онлайн-игры? Большинство у нас играет. Никто не пытается бросить, правильно? Не те времена, чтобы бросать это за эти видео. Так, какова цена самой крупной сделки? Мнения разделились. Мы сохраним интригу. И Ксения расскажет чуть позже о том, какая все-таки цена самой крупной сделки в онлайн-игре. Так, ну и наш последний опрос. Традиционно нет. Не будем мы сегодня говорить про коронавирус. Рады, что вы нас поддерживаете. Мы вам, конечно, не особо выбор предоставили, но тем не менее. Так, ну, по идее, вы сейчас нас должны видеть. Надеюсь, все слышат. Организационные моменты. У вас есть сектор questions, куда вы можете задавать вопросы. Пишите. Мы в конце, Ксения в основном, в конце на них ответят. Я сегодня выступаю модератором этого мероприятия. Меня зовут Ирина Шовмина. Ксения Данчина будет основным докладчиком. Вы знаете, вебинары дело непростое, поэтому вдвоем как-то это проще. Поэтому мы решили в таком формате сегодня с вами пообщаться. Пока мы еще пару минут ждем, чтобы люди подсоединились. Расскажем вам о том, что на мероприятии зарегистрировалось около 80 человек, чему мы очень рады. И вообще считаем, что тема, она суперинтересная и суперактуальная. Особенно мы обещали не говорить про коронавирус, но пару слов буквально, потому что именно в эти времена тема получает особое развитие, потому что, как вы знаете, спрос на видеоигры сейчас возрос до невероятных причин. И бизнес, соответственно, будет расти. Правовые вопросы тоже, безусловно, будут возникать. Поэтому мы считаем, что тема, безусловно, актуальна. А те, кто не зарегистрировались, потом будут жалеть. Но надеемся, что это не последнее наше мероприятие. Может быть, потом он будет в онлайне, точнее, не в онлайне, а наоборот, в офлайне, где мы с вами все сможем увидеться. На данный момент к нам присоединилось 38 человек, что отлично, потому что далеко не на каждый очный семинар можем пригласить такое количество людей. Уже 39. Отлично. Итак, ну, я думаю, 14.05. Я думаю, что мы можем потихоньку начинать. Ксения, тебе слово. Я пока отключу камеру, чтобы не поглощать трафик. И вернусь к вам в конце доклада, чтобы вместе мы ответили на вопросы. Ксения, тебе слово. Ира, спасибо большое. Добрый день, коллеги. Спасибо всем, кто присоединился и кто продолжает присоединяться. Очень приятно видеть среди вас такое количество геймеров, как показывает наш опрос. Как Ирина правильно сказала, мы решили посвятить сегодняшний вебинар одной из интереснейших областей IT-технологий, вообще IT, правовому регулированию онлайн-игр. Как вам наверняка известно, в условиях карантина и самоизоляции игровая индустрия действительно показывает рекордный рост числа пользователей и выручки. Некоторые компании фиксируют рост выручки до 300%. Именно это делает нашу тему еще актуальнее. Игровую индустрию нельзя недооценивать. По данным аналитического агентства NewZoom на 2019 год в мире насчитывается 2,5 миллиарда игроков, которые потратили на игры около 152 миллиардов долларов. Что касается России, то российский игровой рынок 11-й по величине глобально и 4-й по величине в Европе. Количество геймеров в России составляет 65 миллионов, а выручка компании скоро обещает превысить 2 миллиарда долларов. Как показывают результаты опроса, которые мы провели перед началом вебинара, некоторые из вас догадались или знали, какова цена самой крупной сделки, совершенной в онлайн-игре. Так пользователь приобрел виртуальный участок Земли в игре Entropy Universe за 2,5 миллиарда долларов. Это считается самой дорогой официально подтвержденной покупкой в онлайн-игре. И когда речь идет о таких цифрах, становится еще интереснее, как регулируются эти виртуальные отношения. О чем мы будем с вами сегодня говорить? Сегодня мы постараемся посмотреть на вопрос виртуальных отношений с трех разных сторон. С стороны геймера, разработчика и государства. Мы обсудим, как квалифицировать отношения между разработчиком и геймером. Параллельно мы проанализируем споры, которые сейчас есть в игровой среде, и рассмотрим перспективы их разрешения. Кроме того, мы поговорим про внутриигровое имущество и такие неведомые объекты, как лутбоксы. Однако, прежде чем перейти к вопросам по существу, давайте разберемся, как в России в настоящее время регулируется игровая отрасль. В 2017 году уже бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что Ассоциация киберспорта начала разрабатывать специальный закон о регулировании компьютерных игр. В концепцию была включена, среди прочего, обязательная возрастная маркировка игр и сертификация саморегулируемой организации разработчиков игр. Однако, данный законопроект, возможно, знаете, как и не увидел свет, и мы не знаем, на какой он стадии разработки сейчас. Поэтому в настоящее время отношения в этой сфере регулируются в основном положениями гражданского законодательства. Нам также известно о множестве законопроектных инициатив, среди которых, например, та самая обязательная возрастная маркировка игр. Но как же квалифицировать игру в отсутствии специального законодательства? Подходы к таким спорным вопросам помогают формировать, в частности, судебная практика, поскольку, опять же, как я говорил, специального законодательства нет, но каких-то законных нормативных актов тоже не существует. Если только в отношении киберспорта, и то какое-то очень небольшое количество. Как в отношении квалификации игр в судебной практике на данный момент сложился довольно однозначный подход? Онлайн-игры приравниваются к играм и пари в смысле гражданского законодательства. Спорность этого подхода можно обсуждать часами. На самом деле, хотя бы потому, что основой азартных игр является соглашение о выигрыше. В то время, как в большинстве Морфген, многопользовательских игр, например, в той же культовой World of Warcraft, соглашения о выигрыше отсутствуют. Там нет приза или призового фонда, который не обязательно должен выражаться в каком-то денежном эквиваленте, да, это может быть какое-то иное имущество. Но из этого подхода судов есть одно очень важное следствие. В соответствии с гражданским кодексом, требования, которые связаны с организацией игр и пари или с участием в играх и пари, не подлежат судебной защите. Следовательно, суды говорят, что право не должно вмешиваться в отношения между разработчиком и геймером. Такая позиция судов выработалась в результате попыток пользователей в судебном порядке оспорить лишение тех или иных возможностей в игре. И в качестве примера можно привести уже ставшим классическим делой Новосистем с 2011 года. Поверьте, текущий подход не сильно изменился. Компания Новосистем заблокировала на три дня аккаунт игрока, поскольку он получил игровые ценности с другого аккаунта, который подвергся взлому. Пользователь предъявил несколько исков компании о возмещении ущерба, возникшего в связи с такой блокировкой. В чем заключался ущерба, наверное, спросите вы. По мнению игрока, он не мог в течение трех дней, пока длилась блокировка, воспользоваться арендованной на месяц руной опыта. Также на эти три дня у него был сокращен срок его платной подписки. Однако суд отказал в удовлетворении требований, поскольку этот вопрос касается организации игрового процесса. По идее, сейчас на экране должно быть цитата из решения. Да, вот она. Соответственно, поскольку этот вопрос касается игрового процесса, то требования истца не подлежат судебной защите. Но ведь есть же закон о защите прав потребителей, спросите вы. Насколько его нормы распространяются на отношениях между игроком и разработчиком онлайн-игры. Пользователь онлайн-игр вполне подпадает под определение потребителя. Физическое лицо играет в своих личных интересах, не связывает игру с предпринимательством. А если еще и квалифицировать игру, например, оказание услуг, тогда все, в принципе, идеально. Но в практике сформировалось два подхода по отношению к этому вопросу. В соответствии с первым, если доступ к игре предоставляется за деньги или в ходе игры можно приобрести какие-то дополнительные объекты, то закон о защите прав потребителей применяется. Если все бесплатно, то не применяется. Второй подход более радикальный. Закон о защите прав потребителей не применяется в принципе к этим отношениям, поскольку в ГК уже есть специальные нормы об играх и паре. Поскольку практика все-таки складывается неоднозначно, разработчикам онлайн-игр все-таки все равно следует иметь в виду положение закона о защите прав потребителей в процессе разработки проектов пользовательских соглашений с игроками из России. И поскольку право не может вмешиваться в отношения, суды при вынесении решений руководствуются в первую очередь текстом лицензионных соглашений, которые заключены между разработчиком и геймером. Чаще всего это так называемые клик-рэп-лисенс-агрименс, то есть соглашения, которые заключаются путем нажатия кнопки «Я согласен», тем самым заменяя собой подпись пользователя, можно так сказать. И рассмотрим несколько примеров из судебной практики. Так, стандартной рыночной практикой, которая подтверждается в свою очередь практикой судебной, является предоставление игр as is, то есть как есть. Так, пользователь не вправе жаловаться, например, на неоправданные ожидания от игры. Как вы видите из цитата на экране, сервис представляется игрой как есть, и администрация игры не берет на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие игры и целям пользователей. Это стандартная практика на рынке, которая в том числе применяется широко в отношениях по поводу программного обеспечения. В качестве еще одного примера можно привести дело компании GameShok, которая отключила платные сервисы у одного из игроков в целях восстановления баланса в бесплатной игре. То есть чтобы никто не мог воспользоваться теми преимуществами, которых нет у других. Подобная возможность отключить эти платные сервисы была предусмотрена лицензионным договором. Суд подтвердил, что такие положения договоров не противоречат законодательству. Однако мы опять же призываем разработчиков игровой компании внимательно относиться к драфтингу таких пользовательских соглашений. Несмотря на такой мягкий подход российских судов, он может со временем измениться, и какие-то положения могут действительно оказаться под угрозой и быть оспорены в случае судебного процесса, судебного дела. В споре между игроками в качестве еще одного интересного инструмента воздействия может оказаться и возбуждение уголовного процесса. Надеюсь, меня сейчас простят любители World of Warcraft за использование персонажей в качестве иллюстрации. Сейчас, я думаю, вы скоро увидите слайд на экране. Видите? Отлично. Так, господин Жуков, он справа, заинтересовался объявлением о продаже аккаунта в игре Workplace, которое было размещено господином Хаймовичем. Он слева. Жуков привел деньги Хаймовичу, после чего Хаймович убедился, что деньги поступили, и пропал, не сообщив логин и пароль от аккаунта. В связи с этим он был привлечен впоследствии к уголовной ответственности за мошенничество. В тюрьму его не посадили, но обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. И это не единственный пример уголовного процесса в отношении игр, поэтому за этой сферой тоже можно следить. Но как же обстоят дела за рубежом? Как оказывается, не так однозначно, как в России. Так, в США аккаунт игрока по имени Марк Брэг был заблокирован оператором игры компании Линден Лаб, поскольку игрок нарушил пользовательское соглашение. Однако в результате блокировки Марк потерял виртуальное имущество и виртуальные сбережения, включая валюту и недвижимость, которая у него была, на общую сумму около 6 тысяч долларов. И, соответственно, подал в суд. Суд счел положение соглашений недобросовестными. Стороны заключили мировое соглашение, и Марк получил свой аккаунт обратно. В Финляндии гражданин приобрел аккаунт у третьего лица за 50 евро и так активно его и развивал, что его стоимость увеличилась впоследствии в 40 раз, то есть достигла 2 тысяч евро. И предыдущий владелец, недолго думая, решил восстановить доступ к такому прибыльному аккаунту. Против недобросовестного продавца было возбуждено уголовное дело, несмотря на то, что пользовательское соглашение предусматривает запрет на передачу аккаунта игрока третьим лицам. Это пользовательское соглашение, это прямо, явно и четко прописано. Однако суд закрыл на это глаза. В итоге стороны заключили мировое соглашение с выплатой потерпевшему 4 тысяч евро в качестве компенсации. За рубежом в том числе активно развивается виртуальное право. Так, например, в Тайване Миньюс в 2011 году издал постановление, в котором закреплена классификация виртуальных объектов как собственности, а в Южной Корее еще даже в далеком 2003 году полиция начала активно рассматривать заявления о виртуальных преступлениях. Из 40 тысяч заявлений, поступивших за полгода, 22 тысячи, половина касались, даже больше половины, касались краш игровых объектов, либо краш аккаунтов. Но нужно ответить, что это неудивительно, поскольку в Южной Корее геймеры составляют на данный момент, по-моему, около 70% вообще всего населения. Помню про наши 65 миллионов. Мы уже неоднократно упоминали сегодня ценность внутренних игровых объектов. Их стоимость оценивается в миллионах. Их крадут, за них сражаются на виртуальных полях боя. Но что же это, как же это квалифицировать? Существует три основных доктринальных мнения. Первое, что право не должно вмешиваться в отношения. С этим подходом все понятно. Мы будем делиться дальше. Второе мнение заключается в том, что внутриигровой объект – это не классический объект гражданских прав. И, может быть, имуществом или цифровыми правами, да, совершенно недавно введенной концепцией. Но, к сожалению, формат сегодняшнего вебинара не позволяет нам подробно остановиться на этой теории. И мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз, если вам это интересно. Что представляет особый интерес сейчас – это третий подход. Внутриигровые объекты как лицензия. Или все-таки как услуга. Давайте разбираться. Этот вопрос в свое время, в 2014-2015 годах, стал ребром в деле Mail.ru против ФНС. Компания Mail.ru предоставляла пользователям доступ к играм без какой-либо абонентской платы. То есть это так называемые free-to-play игры. Но при этом за дополнительную плату пользователям предоставлялся некий дополнительный профессионал. Эти микротранзакции, точнее, на эти микротранзакции в игре компании не начисляла НДС, поскольку считала их предоставлением лицензии на программное обеспечение. А как вам известно, в соответствии с налоговым кодексом у нас подобные операции НДС не облагаются. Однако ФНС решила по-другому. Служба заняла позицию, в соответствии с которой такие сделки считаются оказанием услуг по управлению играми. И начислила НДС. В 2015 году Верховный суд встал на сторону ФНС. И в соответствии с его позицией предоставление игрокам возможности использовать дополнительный функционал за деньги является самостоятельной услугой. В итоге, однако, ФНС все-таки освободила Mail.ru от оплаты НДС за продажи валюты и предметов в онлайн-играх. И тем самым на тот момент, в четвертом квартале 2016 года или в 2017 году, сэкономила компания около 340 миллионов рублей. На тот момент ФНС не прокомментировала публично свое решение. Но, в принципе, наверное, можно предположить, что эта позиция распространяется и на другие компании в том числе. Более специфическим игровым объектом, о котором мы не можем сегодня не поговорить, является Lootbox. По сути, Lootbox представляет собой виртуальный ящик, открыв который, можно получить случайную награду. Этот ящик можно приобрести в игре за валюту, можно найти случайно на поле, условно говоря. Этот ящик можно затем продать кому-то, что, собственно, представляет собой особую ценность. Операторам игр, однако, следует быть особо осторожными с использованием этих объектов в своих играх. Многие страны склоняются к тому, что Lootbox могут быть приравнены к азартным играм. Это, на самом деле, очень бурно обсуждаемый вопрос сейчас. В Бельгии, например, это уже официальная позиция. В Австралии в марте 2020 года я знаю, что также появилась позиция о том, что Lootbox следует приравнять к азартным играм, а игры, содержащие Lootbox, маркировать особым образом, чтобы несовершеннолетние не могли, ну, не покупали их, да, не должны были их покупать. В Великобритании, например, в сентябре 2019 года комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту выпустил отчет. Отчет этот был выпущен в результате специального расследования о развлекательных и вызывающих зависимость технологиях. В рамках расследования особое внимание было уделено обсуждению этичности Lootbox, в частности. Согласно этому отчету, в первую очередь, Lootbox надлежит регулировать положениями закона об азартных играх. Рекомендуется не продавать Lootbox детям, чтобы дети добывали все, что им нужно в игре, с какими-то игровыми достижениями, прохождениями уровней, например, и так далее. Рекомендуется также применять специальную азартную маркировку, то есть маркировать игры, содержащие Lootbox, особым значком и, соответственно, маркировать соответствующие возрастные ограничения к игре, содержащие Lootbox. Возможно, интересным представится вопрос, собственно, почему это важно, настолько важно, что об этом говорят во всех странах, и это вызывает такую бурную дискуссию. Около 45% всей выручки игровых компаний в Европе приносят микротранзакции. Это те самые покупки внутриигровых объектов или дополнительного функционала, к которым и относятся Lootbox. И если их оборот будет урегулирован, как это предусмотрено, например, британским отчетом, то это может поставить под угрозу, в принципе, поток этой выручки и значительно его сократить. В России в отношении Lootbox решения еще не было, однако в 2018 году на сайте Российской общественной инициативы была опубликована инициатива признать Lootbox разновидностью азартной игры. Данная инициатива никакого развития на данный момент не получила, однако, в принципе, тенденция такова, что каким-то образом и у нас будет принято решение о том, как регулировать Lootbox, и, судя по тенденциям в Европе, скорее всего, решение это будет тоже не в пользу Lootbox. Но именно поэтому нужно быть, в принципе, аккуратнее с азартной механикой. Не обязательно включать в игру Lootbox, чтобы она была признана азартной. Так, в одной из игр выигрыш выплачивался в форме игровых монет и скинов. Это что-то вроде игрового инвентаря, а не реальными деньгами. То есть пользователи получали некие игровые монеты. Но суд в этом деле копнул глубже и установил, что эти виртуальные объекты вполне легко конвертируются в реальные деньги с помощью, например, той же платежной системы UnionPay. И на сайте этой игры был указан конвертор этой валюты в реальные деньги. На этой азартной ноте мое выступление подходит к концу. Мы постарались сделать его кратким, но емким. Хотя продолжать говорить на тему регулирования онлайн-игр на самом деле можно, мне кажется, часами. Там столько интересных и спорных вопросов и правовых вызовов, которые сейчас есть для российской индустрии, игровой индустрии в том числе, в том числе связанными с персональными данными, например, или с какими-то международными актами, которые сейчас принимаются. Я буду особенно вам признательна, если в секции вопросов вы напишите темы, которые вам было бы интересно услышать в следующий раз. Я думаю, что одним вебинаром мы точно не ограничимся. И в следующий раз попробуем включить вопросы как те, которые вы укажете, например, так и поговорим отдельно про киберспорт, поскольку это хоть и немного проселось сейчас, эта тема в России в частности, но она очень актуальна. И у нас есть как раз ряд нормативных актов, которые регулируют этот вопрос. Я думаю, что это будет очень многим интересно, в том числе не юристам, а людям, возможно, которые играют или сами как-то в этих турнирах участвуют. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Ксения, спасибо. Я от имени всех присутствующих тебе аплодирую. У нас 51 человек служит на протяжении всего вебинара. Это очень здорово. Спасибо всем большое, что вы пришли. Вот видите, несмотря на то, что в России нет определенного какого-то регулирования на тему онлайн-игр, все равно практика идет вперед. Расслабляться разработчикам игр, на наш взгляд, не стоит, потому что, как показывает народная практика, суды неплохо начинают разбираться в том, что на самом деле происходит в играх, понимают, что это тоже очень ценные отношения, которые там есть, да, и дорогостоящие порой. И поэтому не только тем, что написано в лицензионном соглашении, не руководство. Поэтому здесь, наверное, будущее за балансом интересов и, как всегда, за здравым смыслом всех участников. Очень будем признательны и рады, если вы напишете свои вопросы в секцию questions. Я сейчас их предлагаю, чтобы выслать Ксении, чтобы она все на все ответила. Если по итогам вебинара у вас останутся вопросы, вы можете их написать нам на имейлы, на фейсбуке, где угодно вы нас найдете, там и пишите. Будем рады пообщаться. Как Ксения сказала, действительно, тема очень живая, и за ней будущее, и уж в плане различных мероприятий, так это точно. И вообще, мне кажется, что как только среди судей станет побольше геймеров, нас ждет очень-очень интересная практика, потому что как только люди, понимающие реальную ценность и реальные возможности выиграть, будут на месте судей, тогда вот мы и посмотрим на эти решения. Ну, я предлагаю, Ксения, начать замечательно. Да, я вижу. Да-да-да. Да, спасибо. Я вижу интересные вопросы, на самом деле. Вот, в частности, один из них, лицензия или услуга, помимо дела Mail.ru, есть ли еще судебная практика, подтверждающая, что это услуга или лицензия? А практики действительно... Я думаю, я дублирую вопрос, чтобы вы тоже могли видеть, чтобы у меня услуг воспринимать. Да. Да, спасибо. На самом деле практики на этот счет не так много. Действительно, было еще одно дело против Mail.ru. Я, к сожалению, год, наверное... По-моему, недавнее совсем дело, на самом деле, 19-го года, Буланов против Mail.ru. Там позиция суда заключалась в том, что предоставление вот подобных внутриигровых объектов – это услуга, поскольку она предоставляет возможность пользователю как бы активировать какой-то игровой контент. Но при этом, на самом деле, это очень спорное дело, потому что одновременно с этим суд уточняет, что как бы у пользователя появляется возможность использовать данные и команды в игре. То есть, по сути, в конце концов, суд говорит, что это вроде бы услуга, а вроде бы и программное обеспечение. Но, на самом деле, наверное, вот этот вопрос о том, чем является игра, он очень спорный до сих пор. Но, на самом деле, в итоге, в этом деле суд отказал в иске из суд, потому что, опять-таки, сослался на то, что право не должно вмешиваться в отношения, поскольку это, опять-таки, относится к организации игрового процесса. Практики не так много, но она есть. Спасибо. Я вижу, что интересна тема цифровые права в онлайн-играх. Это невероятно интересный вопрос. На самом деле, я его исследовала для одной из публикаций, которая должна, по идее, выйти, которой я постараюсь поделиться, если будет такая возможность. Она представляет собой обзор практики и подходов к играм в последнее время. Но категория... Могу сейчас просто кратко на этом остановиться буквально. Категория цифровых прав, она появилась недавно, вступила в силу в России с октября 2019 года. И изначально концепт цифровых прав, он был предусмотрен для последующего принятия законов по цифровых активах и, так называемый, закон о краудфандинге. Поэтому в настоящий момент категория и концепция цифровых прав, она больше касается именно краудфандинга. И не уверена, что внутриигровой объект можно квалифицировать как цифровое право. Это очень спорный вопрос, но я с удовольствием на него... его освещу также более подробно. Так. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас еще какие-то вопросы. По поводу вопроса... Да, спасибо. Он был самый первый, но я его, к сожалению, просто не увидела. Если игра с бесплатным доступом, но с донатом для приобретения внутриигровых товаров, как работает и, собственно, работает ли в этом случае закон о защите прав потребителей? Вы знаете, мне, в принципе, кажется немного спорным применение закона о защите прав потребителей к отношению в игровой сфере, опять-таки в силу неоднозначности судебной практики, но большинство судебной практики, наверное, все-таки выступает за то, что закон не применяется к отношениям между геймером и разработчиком и, скорее всего, в такой ситуации закон... точнее, суд тоже будет руководствоваться статьей 1062 Гражданского кодекса, в соответствии с которой право не вмешиваться в отношения, и эти отношения, они, собственно, не подлежат регулированию. Так. Ира, подскажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то... Да, вижу. Вижу, что есть. Имеет ли смысл идти в российский суд против иностранного разработчика игр для защиты потребительских прав? Классный вопрос. Объясню, почему. Потому что, на самом деле, как раз вот тот пример, который я приводила по поводу того, что если в игре что-то за деньги или доступ к игре за деньги, то, соответственно, закон применяется. Это дело было в отношении игры World of Tanks, и там, соответственно, закон на защите прав потребителей применили. Но мне кажется, что, на самом деле, стоит, возможно, идти по другим статьям все-таки и пытаться другим образом, иным образом свои права защищать, если такая ситуация есть. Уже вопрос про то, как регулируется киберспорт. Киберспорт. Да, я вижу, когда... Да, да, да. Алексей, да, спасибо за вопрос. Когда в отношениях между игрой и геймером присутствуют еще и спортивные организации, спонсоры и прочие участники. Тоже хороший вопрос, на самом деле, потому что киберспорт в России, он очень активно развивается, он приносит огромные деньги. Очень много российских инвесторов вкладывают большие суммы в киберспорт. У него нелегкая юридическая судьба, мне кажется, на самом деле, потому что его сначала включили в список официальных видов спорта в России в 2006, по-моему, году. Да, нет, раньше. А в 2006 его оттуда исключили. 10 лет у нас киберспорт спортом не считался официально, а вот в 2016 году вроде Минспорт своим приказом его обратно в это число официальных видов спорта включил. И с тех пор у нас начали появляться некие нормативные акты Минспорта, то есть на федеральном уровне у нас никаких законов, регулирующих киберспорт, нет, но вот в приказах Минспорта действительно утверждаются какие-то требования к спорту, то есть определяются, должны быть, по идее, определены системы проведения соревнований, рекоментированы какие-то технические требования к инвентарю, да, и также какие-то правила проведения соревнований по компьютерному спорту также должны быть, должны быть урегулированы. Например, у нас есть правила, которые устанавливают технические требования к инвентарю, то есть к компьютеру, монитору, планшету, консоли, приставки, не знаю, wherever you, чем бы вы ни пользовались, но это урегулировано. Ну, в целом, конечно, тема отличная, и думаю, что мы на эту тему постараемся сделать еще отдельное мероприятие, потому что, ну, как бы онлайн-игры и киберспорт, это не наступратные, как бы они похожи, да, но все-таки глобально это разные вещи, и мы, я думаю, отдельно на эту тему поговорим. Да, я продолжусь пока про киберспорт. На самом деле, это очень, действительно, это сильно отличает, это может казаться одним и тем же, да, игры, гейминг и киберспорт. На самом деле, сильно большое отличие, основное, это то, что в киберспорте на кону стоит огромное количество денег. Это правда. Призовые фонды, они, вот, например, в 2017 году на одном из турниров итоговый призовой фонд составил около 25 миллионов долларов. То есть, естественно, это такие цифры, опять же, да, они обязывают каким-то образом, наверное, более, больше регулировать, стараться больше регулировать эту область, нежели просто гейминг, да, хотя это все, как мы уже поняли, не просто игры. Да, извини. Да, Алексей, вот ты как раз сказала про регулирование, у меня в продолжении этого есть вопрос. Как ты думаешь вообще, нужно ли регулировать, я сейчас говорю про онлайн игры, да, про гейминг? Если да, то какие вот перспективы можно ли мы ожидать в ближайшее время? Где это будет вообще там, будут ГК зафиксированы? Или, например, в Трофском обзоре у нас будет активно здесь себя позиционировать? Это такой, конечно, вопрос немножко из разряда «давайте подумаем, что будем в будущем», хотя будущее сейчас максимально неопределенное у всех, но вот твое мнение. Мне кажется, что проект, о котором говорил тогда, в 2017 году, уже кажущимся таким далеким господин Жаров, имеет право на существование, так скажем, что, вероятно, несмотря на то, что сейчас, на данный момент, этот проект никаким образом не опубликован, статус, как я уже говорила, нам неизвестен. Если вам известно, кстати, можете поделиться, очень интересно, собственно, как и проектом. Но мне кажется, что здесь, опять же, как с любыми технологиями, очень спорный момент, потому что технологии развиваются гораздо быстрее, чем развивается право. И право, вероятно, в какой-то момент не будет все-таки поспевать за тем развитием, за тем темпом, который наберет технологии, в том числе гейминг. Поэтому это очень спорный вопрос. Возможно, стоит закрепить базовые нормы, базовые понятия, то же самое игры, да, например, поскольку в настоящий момент гражданский кодекс дает нам понятие, категорию игры и пари, при этом в отношении пари у нас есть закон, условно назовем его, об азартных играх, и там определение пари есть, а определения игры у нас нет. И это добавляет дополнительной неопределенности этому термину, потому что что такое игра, непонятно, собственно, непонятно никому до сих пор законодательству. Поэтому, возможно, стоит закрепить какие-то базовые категории, но, наверное, эту отрасль не стоит сильно зарегулировать, поскольку, опять же, повторюсь, технологии развиваются гораздо быстрее, чем право. Ну да, я согласна. У меня сложилось тоже впечатление, что статья 1062, которую суды применяют направо и налево в отношении игр, она, в общем, не соответствует реалиям, виртуальным реалиям, скажем так, и в итоге у нас не складывается нормальная судебная практика. Хотя пора бы ей уже опять складываться. Но будем надеяться, что... На самом деле, очень интересно было... Я вот пока анализировала практику и периодически практику смотрю по этому вопросу, чтобы быть в курсе. было одно дело, в котором суд сказал, что нет, это не 1062 статья, потому что как раз-таки вот этого элемента выигрыша, да, то есть основания, точнее, соглашения о выигрыше в онлайн-играх нет. И суд это черным по белому написал, но это было единственное такое решение, которое я нашла. Возможно, возможно, это означает, что практика все-таки будет развиваться дальше и рано или поздно придет к тому, что игры будут регулироваться вне зависимости от того, что написано в 1062 статье. Да. Ну, хорошо. Я думаю, что мы на этом можем потихоньку заканчивать наш вебинар, который длился целых 45 минут. Еще раз спасибо большое за то, что вы пришли, за то, что вы задаете вопросы. Если еще вопросы останутся, вот наши контакты, они на слайде. Давайте общаться дальше, потому что тема явно очень интересная. Всем хорошей пятницы, хороших выходных, всех наступающих праздников. И до новых встреч. Следите заодно, и у нас будут еще вебинары. Всем спасибо большое за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok